Вернулись из сборной, сборная не очень, наверное, удачно выступила. Скажите все-таки что-то о сборной. Ну что говорить, оправдываться не хотелось бы. Да, результат, наверное, не тот, который ожидали, который мы ожидали, который и болельщики ожидали вообще в стране. Ну, в то же время, не знаю, редко читаю прессу, но сейчас не играл, было даже интересно почитать, что люди пишут вообще, да, о игре сборной. Ну, я имею в виду, Австрию, я не говорю, не беру. Честно, мне было ощущение, как будто две разные игры смотрели. Да, понятно, игра была не такая, что шикарная, но не было такого, чтобы кто-то что-то не делал. В принципе, была нормальная игра, просто не было результата. Поэтому непонятно, почему такой негатив, хотя это не оправдание, а статация, как мне кажется. Потому что не добились нужного результата, но была нормальная игра. Ну, вот в сборную вызвали семь спартаковцев, и шесть из них сыграли за сборную хоть сколько-то минут. Единственное, кто не сыграл бы, огорчает вас это? Да не скажу, что огорчает. Естественно, каждый хочет играть, и я в том числе. Но надо быть, смотреть на вещи, как они есть, да. Для меня сейчас вообще важно, что я в сборной, там, третьим, пятым, вот, да, это не имеет честное значение. Я вижу, что есть человек, который первый, номер второй, там еще и за мной полно народа, кто может исполнить роль. Поэтому я просто счастлив быть в сборной, а так, если когда-то получше так, что я сыграю, надо просто взять своего шанса и переживать за ребят. Я к чему спрашиваю, многие спартаковцы наверняка вернулись в хорошем расположении духа, ну, тот же Евгений Макеев, да, который вернулся в сборную спустя большой промежуток времени. А вот у вас нет упадка настроения в связи с этим? Да нет, упадок может быть только с результатами, чтобы не выиграли в Австрии. А в плане того, что сыграл, не сыграл, да нет, у меня нет такого. Я уже столько времени сидел на скамейках, за спиной других, поэтому опыт есть. Спокойно к этому отношусь. То есть ждете своего шанса сборной? Конечно, а почему нет? Всегда надо ждать своего шанса, верить лучше, здесь та же история. Возвращаясь к Спартаку, ближайший тур против Мордовии, который вполне себе хорошо играет с лидерами, и с ЦСКА хорошо смотрел, с Локомотивом ничего сыграл, и Краснодар обыгрывали. Но при этом как-то у нас принято ее воспринимать как не самую сильную команду. Насколько серьезно готовится Спартак к этой встрече? Конечно, серьезно готовимся. Проходных встреч не то, что у нас вообще никого нет. Тем более мы сейчас играем на новом стадионе, все против Спартака показывают свои самые лучшие игры, свои лучшие качества. Поэтому если название кто-то и думает, что не такой серьезный Мордовия, то легко нам точно не будет. Поэтому готовимся самым тщательным образом, со всей серьезностью. Очки нам очень нужны, у нас концовка из четырех игр, три мы дома играем, важно брать любые очки сейчас, любым соперникам. Ну вот наверняка для главного тренера Мордовии Юрия Павловича Спартак разодражитель. Мы помним эти противостояния в 90-х и в начале нулевых. Для спартаковцев то, что тренер Юрий Павлович Семин, это как-то принципиальности добавляет эти встречи? Конечно, Юрий Павлович это фигура в нашем футболе. Человек не один год работал с командой, которая была чемпионом России. И, конечно, надо дать должное ему. Поэтому и Мордовия сейчас симпатично так выглядит. Но, опять же, повторюсь, нам сейчас больше не до Семина и не до Мордовии для того, что нам надо просто выиграть. В выходные это самое главное. Кто бы против нас не был в другой стране поле, тренерская комиссия. Многие болельщики Спартака сейчас немного расстроены результатами команды. Даже не столько результатами, а тем местом, на котором Спартак идет. Что-то скажете им, как капитану, успокоите, может быть? Уже устал, наверное, это говорить. Понятно, что место сейчас на данный момент не то, которое всем бы нам хотелось занимать. Опять же, новая команда. Но в то же время это место, оно не говорит, что там какой-то сумасшедший отрыв. Посмотрите, три очка до второго места. То есть можно провести сейчас удачно домашнюю концовку и быть уже там наверху. Поэтому надо думать не о том, на каком сейчас месте, а чтобы провести эту концовку. Я думаю, если мы возьмем свои очки, то все нормально, уйдем в обществе, в хорошем настроении. Но учитывая отрыв Зенита, еще возможно его догнать? Не хотелось бы об этом говорить. Опять же, нужно брать свои очки, можно считать сколько угодно эти очки. Больше, меньше догоним тех или других. Бери свою и смотри, как будет Зенит тот же играть. Там в зимней полу увидим. Спросите меня зимой, как. Как? Посмотрим на ситуацию в таблице. Будет видно. Спасибо. Спасибо.